Шаг Раз Внимание, день Раз 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 с 12 53 53 54 54 54 55 В этот день, в 45-м году, закончилась Вторая мировая война. Этот день символизирует мощь и величие нашей советской державы, Красной армии и советского строя. Мы доказали, что СССР является крупнейшей ведущей и главной геополитической державой мира. Мы сумели в союзе с американцами, англичанами, французами, в союзе с китайцами одолеть одного из самых сильных зол на планете, которым был германский фашизм и японский милитаризм. Завершилась не просто Вторая мировая война, а самая жуткая и страшная кровопролитная война. Она начиналась в Азии, потом полыхнула вся Европа, а затем заполыхал и весь мир. Советская страна выполнила свои обязательства перед союзниками. После завершения разгрома фашизма 9 мая 1945 года мы дали слово, что вступим в войну на Востоке через три месяца и выполнили свои обещания. Мы разгромили миллионную квантунскую армию, победоносно завершив войну, заявили, что никакого смысла бросать атомные бомбы на Хиросиму и Нагазаки не было. Это американцы уже бросали бомбы не на головы японцев, а делали нам предупреждение, что имея ядерное оружие, они будут диктовать свой миропорядок. Сталин в этот день выступил с официальным заявлением, где прямо сказал, завершилась не просто война. Мы доказали, начиная от Тевтонского ордена, всем западникам, что нападать на нашу страну небезопасно, и мы всегда сумеем постоять за себя. Он напомнил, что из тысячи лет своей истории, почти 700 лет мы вынуждены были провести в боях и походах, отстаивать свою землю, веру, правду, свою совесть и свое достоинство. Что восторжествовал не просто мир, а восторжествовала справедливость. Мы вернули земли, захваченные японцами, первыми в русско-японской войне. Мы все сделали для того, чтобы доказать, что справедливость и дружба народов всегда будут сильнее фашизма, нацизма и национализма. Мы сумели, объединив под свои знамена все самые прогрессивные демократические силы, показать, что советский строй и советская система являются самыми эффективными. Хочу вам напомнить, сегодня это будет уместно, что накануне 1917 года мы потерпели подряд три крупных поражения. Мы потерпели поражение в Крымской войне с потерей права в Севастополе иметь собственный флот. Мы потерпели поражение в русско-японской войне с потерей территории и с редким унижением. И нам никакого смысла не было влазить в Первую мировую войну за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Но мы вынуждены были влазить в ту войну, потому что царская Россия была полностью экономически, финансово зависима от этих банкиров. На 90% экономика Российской империи уже подчинялась чужим капиталам. Слово сказать, хочу напомнить, что и сегодня более 75% металлургии, энергомашиностроения и ряда других отраслей уже находятся во власти иностранного капитала. Я считаю, что советская страна сумела не просто победить фашизм. Она доказала, что за 10 лет можно построить 6000 лучших на ту пору заводов. Мы встретили 41-й трагически лучшим в мире станочным парком, самым храбрым солдатом и командиром. Но хочу еще напомнить одну идею. Нас не взяли ни Баты, ни Наполеоны, ни Гитлеры. Нас разгромили новым оружием. Оно называется национализм, русофобия и антисоветизм. В одном пакете это разрывало границы, разрушало армию, расстраивало людей, натравляло на русских, другие народы. Эта преступная политика, к сожалению, и сегодня имеет место. Она не только имеет место в Прибалтике, у бандеровцев, в Польше. Она имеет место и внутри страны. Сам факт в нашей державе русофобия и антисоветизма унизителен и позорен. Неслучайно бессмертный полк восстал, который прошел от Владивостока через Красную площадь. 12 миллионов живых и мертвых. Последователи детей, отцов наших победителей прошли заявил, мы не дадим осквердить Красное Знамя Победы, Знамя Октября. Мы все сделаем для того, чтобы наше победное знамя гордо реяло над страной. Русские всегда в истории наших народов играли роль объединителя, роль той силы, которая придавала уверенность в победе всем народам. Поэтому не случайно Сталин один из первых тостов после победы поднял за великий русский народ. Потому что великий русский народ под свои знамена объединил 190 народов и народностей, языков, вер, культур, традиций, не порушив ни одной культуры, не унизив ни одного языка. Как сегодня происходит при Балтике, когда запрещают нашим соотечественникам даже говорить и писать на родном языке. Но эти последователи нацистов и бандеровцев закончат тем же, чем и закончили фашисты. Что бы они ни делали, как бы ни бесновались, уроки Второй мировой войны всем надо сегодня обязательно вспомнить. Особенно вспомнить американским глобалистам. Они не подписали соглашение, которое вырабатывалось в свое время в Рио-де-Жанейро о справедливости межгосударственных отношений. Они заявили, что будут хозяевы на этой планете. Разбомбили Югославию, превратили Афганистан в наркопритон, раздавили Ирак, уничтожили Ривию. И теперь обрецают оружие у наших границ. Уже эсэсовцы, натысты, бандеровцы во главе с американскими царушниками сеют русофобию во всей Восточной Европе. Это их коричневые последователи сегодня орут снова нахдранхостом. Я думаю, они забыли историю. А сегодня уместно им напомнить, что если бы они прислушались к предложению советской страны и бы узнали фашистов за роды же, А Сталин еще в 1931 году собрал всех представителей передовых предприятий, директоров, инженеров. Пархоз «Актив» заявил, фашист поднял голову. Он захватил власть уже в Италии, в Германии. Мы должны все сделать, чтобы за 10 лет пройти тот путь, который Европа прошла за 50-100 лет. И наши отцы и деды это сделали. Поразительно. В год 70-летия Победы мы пять раз вносили закон о детях войны. Пять раз Единая Россия отказалась голосовать, чтобы помочь тем, у кого Гитлер отнял детство. А сегодня у них средние пенсии 12 тысяч рублей, которые обесценились за последний год вдвое. Я считаю, что это позорное пятно управления власти должно быть в ближайшие месяцы ликвидировано. По крайней мере, все готово для того, чтобы исправить положение. Ну и последний урок мировой войны. Мы сильные, авторитетные, опытные, грамотные, здоровые, квалифицированные, успешные. В этом мире кроме себя никому не надо. Поэтому надо думать о новом курсе, о новой политике. О полноценном бюджете, о законе образования для всех, о доступной всем медицине, о достойной пенсии, хорошей стипендии и прекрасной зарплате. О том, чтобы талантливые люди могли трудиться и привножать плоды наших отцов и победителей. О том, что НАТО является преступной организацией. И давно надо было заявить вслух всем государствам, что мы ее считаем террористической организацией. Что мы все сделаем, чтобы НАТО не появилась на Украине. Все сделаем, чтобы ее выдавить из Прибалтики. Все сделаем, чтобы НАТО не угрожало нашим мирным планам и трудам. Мы за тысячу лет не начинали ни одной войны. Мы отстаивали свою правду и веру в свою землю. Мы умеем воевать, умеем уважать отцов и дедов победителей. Умеем готовить молодежь достойно. И она растет в духе не русофобии, антисоветизма. Она с почтением относится к нашей великой тысячелетней истории, но помнит. Самой великой нашей державой была в годы советской власти. Именно советская власть обеспечила нам победу, космический взлет, лучшие социальные программы, классное образование, надежное захоронение и обеспеченную старость. Мы верны этим лучшим традициям и будем настойчиво проводить в своей политике. Я поздравляю с этим славным днем и желаю всем удачи. И не забывать, что 18 сентября надо рассматривать не просто как выборы. Их цена такая же, как в 41-м и 91-м. Ошибаться второй раз нельзя. Есть два варианта. Никаких 14 пар. Два варианта. Нравится, как унижают страну и расползается НАТО. Как выдавливают нас с рынков. Голосуйте за единую Россию сателлитов. Не нравится, поддерживайте наш народно-патриотический блок, который имеет 100-летнюю историю, великие победы, прорыв в космос, имеет реальную программу возрождения страны. Кроме нас мирно, демократично и достойно. Это никто другой не сделает. Я уверен, что если наши граждане прочитают все шаги достойной жизни, все основные проекты, законы, которые подготовили, они 18 сентября сделают правильный выбор. Продолжение следует...